Первые дни нового года отличное время для того, чтобы попытаться начать все с чистого листа. Хотя, на самом деле, для этого подходит любой день. И войти в январь с таким же чистым сердцем. И поэтому, мне кажется, именно сейчас стоит признаться. Совершить своеобразный камин-аут. Меня зовут Павел, мне 34 года. Да, внешность бывает обманчивой. Я люблю смотреть анимацию для взрослых. Нет, я не про хентай. Я про коня Боджека и царя горы. Хотя, кому я что доказываю? Я играю в компьютерные игры. Кстати, апдейт по одному из последних роликов. Пару дней назад магазин Эльдорадо все же вернул мне деньги. Так как моя PlayStation 5 не подлежит ремонту. Победитель по жизни. И, как некая вишенка на торте, я еще и обожаю комиксы. Можно ли было пасть ниже в глазах правильных и серьезных взрослых людей? Хороший вопрос. Нельзя. В общем, сегодня мы поговорим об очередных запретах. Добро пожаловать в 21 век, детка. Экспансии мира манной каши, стереотипах и чужих вкусах. Наверное, странно рассуждать о неприятии чужих интересов в интернете, где, пожалуй, каждый второй, а то и первый, является геймером, а в самых запущенных случаях еще и анимешником. Но, не устану повторять, не забывайте периодически вылезать из своего милого и уютного информационного пузыря. В реальном мире все совсем по-другому. 18 декабря Колпинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал пять исков, в которых прокуратура потребовала запретить в России несколько аниме-сериалов. Именно подобные заголовки красовались на абсолютном большинстве новостных сайтов в конце прошлого года. Под угрозой анимационный фильм «Межвидовые рецензенты» – фильм посвящен аналогу Красного квартала в Амстердаме, где работают представители человеческой, эльфийской и оркской рас. Мультфильмы и мультсериалы по мотивам японской книги-манги «Ниндзя-подросток, мечтающий достичь всеобщего признания», «Жуки, обитающие в телах представителей клана, которые способны пожирать противника, служить щитом, создавать клонов», «В каждой серии жестокость, убийство, насилие», «Тетрадь смерти», «О том, как богу смерти стало скучно», «Автору нужно рецензии для кинопоиска писать. Всего семь слов, а какая глубина?» Культас, учись. Аниме с летающими частями тела, физическим и психическим насилием, нетрадиционными сексуальными отношениями, сценами, демонстрирующими в натуралистическом виде гибель людей и возможные варианты взаимоотношений также в списке. Мультсериал «Эльфийская песня с расчленением», аниме о девушках-роботах, которые включаются интересным образом. Интересно, каким? Ну и чтобы этот список смотрелся максимально полно, в него еще решили включить песню Моргенштерна «Я съел деда». Кому? Зачем? Какое отношение песни имеет к аниме? Не спрашивайте. Самое главное – дела приняты к производству. Далеко не все журналисты попытались разобраться в этой ситуации, потому что, давайте скажем честно, заголовок «В России запретят аниме!» звучит гораздо лучше, чем «Претензии предъявляются к сайтам, которые не обеспечили возрастные ограничения для просмотра контента, а не к произведениям. Само аниме на территории России заблокировать никто не пытается». Можно выдохнуть. Пока что. Но если учитывать, сколько раз только на этом канале мы с вами обсуждали всевозможные призывы «Запретить!» все и вся, удивляться не приходится. А уж про запрет аниме у меня, наверное, уже целый плейлист есть. Действительно есть. Причины же подобных инициатив кроются несколько в иной плоскости. Про отвод глаз от реальных проблем и создания информационного шума вы, надеюсь, и без меня знаете. В сознании очень многих борцунов за все хорошее и, к сожалению, многих представителей власти, анимация всегда создана для детей. Сколько бы плашек 18+, вы не налепили на токийского Гули или Саус Парк, мультики для деток, и все, дальше можно не продолжать, потому что абсолютное большинство подобных запретов исходит именно из этого. Раз нарисованная свинка Пепа для Дашкаленка, значит, нарисованная тетрадь смерти тоже для него. Идея того, что взрослую историю можно рассказать с помощью анимации, просто не помещается в сознании. Претензии из серии. Я включила внуку мультик, а там... И когда так рассуждает 70-летняя бабуля, это еще можно понять. У нее действительно нет опыта взаимодействия с анимацией для взрослых. Но когда министр культуры рассуждает по факту такими же категориями, становится страшно. Я вообще плохо отношусь к комиксам. Это как жевательная резинка. Это не еда. Комикс ориентирован на ребенка, который только учится читать. Но взрослому человеку читать комиксы, мне кажется, убожеством. Взрослому человеку читать комиксы, это признаться, что я дебил, я читаю комиксы. Коллекционировать их, наверное, можно. Это прикольно. Но не читать. Здравствуйте. Я дебил, я читаю комиксы. Конечно, бывшему министру культуры неплохо бы знать, что относить комиксы исключительно к литературе такое себе. Это скорее отдельный вид искусства. Синтез письменного и нарисованного. Но ведь в азбуке тоже есть картинки. Значит, и комиксы для детей. Нет, ну реально, логика именно этого уровня. Мне вот просто интересно. Это Персиполис или Маус, или Песочный человек, или Мечтатель, ориентированный на детей. Или Мединский ничего кроме приключений Микки Мауса не видел. Чего уж мелочиться. И балет для детей. Чего они там пыжатся на сцене, когда в нормальном драматическом произведении актер не только может показать эмоцию движением, но и выразить ее словами. Убожество! А картины? Для чего вообще художники существуют? Ну вот есть явление Христа народу. Так вы только представьте, насколько больше можно было бы в книге об этом рассказать. Сидят там, картинки вырисовывают. Мысль о том, что творец может самыми разными способами воздействовать на окружающих, похоже, слишком сложна. Нет хороших или плохих видов искусства. Есть хорошее или плохое произведение. Хотя и тут у каждого будут свои критерии. А давайте Толстого с Воснецовым сравнивать. Именно благодаря комиксам я снова начал рисовать, потому что сюрприз-сюрприз! Комикс это еще и работа художника, которая тоже может вдохновлять. Как и на что я там вдохновлялся в Procreate, можете оценить в моем инстаграме. Ссылка в описании. Вообще я люблю, когда если уж люди несут бред, то до самого конца, чтобы не расплескать. Все мы знаем, какие замечательные фильмы спонсировало Министерство культуры. А зачем? Ведь в кинотеатре вообще читать не приходится. В комиксах хоть какой-то текст есть. Но если заявить, что смотреть фильмы убожество, слишком много людей оскорбится. Поэтому на это глазки закроем. Про то, как плохие и жестокие игры воздействуют на деток, думаю, даже говорить не стоит. И ноги у подобных разговоров тоже тянутся оттуда же. Когда в России появились первые приставки, кому их покупали? Правильно, детям. Значит, игры для детей. А то, что игровая индустрия за последние 30 лет изменилась до неузнаваемости, и сравнивать Чипы Дейла и The Last of Us как минимум странно, мы, конечно же, говорить не будем. Раз я о Денде покупал своему сыну в 95-м, значит, и сейчас все точно так же. Хотя и в 95-м взрослый человек вполне мог играть. И вот любители манной каши вооружаются своими представлениями из 80-х и 90-х и вперед защищать детей. Только вот беда. От взрослого контента, созданного взрослыми людьми для взрослых же людей. Можно, конечно, как обычно во всем обвинить злой совок и людей, отставших от жизни. Но не понимают, что мир изменился. Но практически такие же стереотипы, только перевернутые, живут в головах и некоторых молодых людей. Включаешь ролик блогера-миллионника, с настоящей армией фанатов. И слышишь. Если взрослый человек получает удовольствие от игры в Марио, у него, скажем так, с головой проблемы. Ну, раз мата, обнаженки и кровищи нет, значит, для детей исключительно. Чего, блин? Ты как вообще до этого додумался? И вот сидишь и не знаешь, кто больше белины объелся. Милая тетенька-депутат, причитающая у Малахова. В мультике голые тетки! Или гений интернет-мысли. Взрослый человек на такое внимание не обратит. Если вам понравилось это видео, обязательно поддержите его лайком. Кроме того, не забывайте про подписку, комментарий, колокольчик. Огромное спасибо всем, кто является спонсором этого канала. Ну, а я встречусь с вами уже на следующей неделе, в понедельник, в 17.00 по Москве, в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи!